Это программа новости в студии Саид Ахмадов. Здравствуйте! Обращение от члена высшего полицовета партии. В Грозном состоялась 28-я отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России» в честь героя. Она помогала детям, обездоленным, развивала полиативную помощь, беженцам. По инициативе Кадырова детская клиническая больница Грозного названа именем Елизаветы Глинки. Надежное электроснабжение. Кадыров принял участие в открытии новой электрической подстанции в заводском районе. Председатель правительства Бакар Идельгириев переизбран секретарем чеченского регионального отделения «Единой России». Об этом стало известно в ходе 28-й отчетно-выборной конференции, которая прошла сегодня в Грозном. В работе принял участие глава Чечни, член высшего полицовета партии Рамзан Кадыров. В результате тайного голосования в состав регионального политического совета отделения «Единой России» вошли глава администрации Гудурмецкого района Вахит Усмаев и мэр города Аргун Ибрагим Тимирбаев. Также сегодня определились делегаты на 16-й съезд партии «Единая Россия». Это Рамзан Черхигов, Заурбек Саидов, Турпал Али Ибрагимов, Амхат Селимов и Шемиль Дуруев. Делегатами по статусу являются Рамзан Кадыров и Аббакар Идальгиреев. В числе приглашенных также спикер парламента Магомед Даудов, руководитель регионального исполкома Валид Зейналабдиев и глава Грозного Заур Хизриев. Комментируя деятельность партийцев, Рамзан Кадыров обратил особое внимание на необходимость усиления просветительской работы с молодежью. По словам главы Чечни, фактор воспитания является основополагающим. Среди других странств, со временем в наше правильное происхождение с молодежью в России, и, как бы, я считаю, что в жизни — это не только один, а только один человек, такие женщины, которые России, которые вели, как они, которые вели себя и эти домы. То есть эта идея — и спрещение, которые вели, как они привязывают работодсливые, потому что в жизни это нет, только один человек. По ней мы сзади, не только о каком немало. Мы так же предоставим. Мы так же говорим, что мы поможем, аina в мысль о том, что мы можем поможем. Мы поисков, писания в нас, мы можем поможем, и у нас не поможем, но мы поисков, мы можем поможем. Всегда не доверяйте... ...ainsтоит... ...бухом... ...то не так об effective... ...изв Gina здесь.... ...з чувство, что за переговорность... ...бухом... ...направда... ...давайте заморожен... ...вот veure... ...я немедленность... ...вот veure?... ...вот... ...давайте... ...давайте... ...направдайте... ...направда... ...не это не заставка... ...нах... ...посеки... ...з gifts... ...тятся... Единственное我想ло в том, что все равно длилась, просто лежали. Сейчас я говорю, что все таки. Если я говорю, что все, трехrailки на себя, то здесь я говорю о Tomа. И я говорю, что все были в прошлом. В прошлом году мы приезжали, что все равно I сами напишут, что и разница. Я проводил парку. В этом году я говорю, что деньги вы получили. Но если бы мы не хотим говорить об этом, то мы бы не могли бы об этом и не могли бы было бы. Но мы не смогли бы бы ускориться. Я бы не успел. Мы не успели. Мы хотим иметь образование экономических, политических, социальных вопросов. Мы хотим, чтобы это было более благоприятным, жизненный и здоровый. Мы хотим, чтобы это было бы лучше, качественно, решение, самый сложный вопрос. не стареет что вы урди на вайдона интересовый проект программ вы реализовать вы чаще курить вы безработного новую куэрлона образование садок второй и третий сменю читали сирию очередь детский сад шарю уровня ярочка я кидал спорткомплексею в фабрике завод шарю ну чатири его это войти на китва и на китом царя китом и ищи разным ищи царию швы амда он вайхули вайдона вайдах диквиду цендер и аккетом качи а и правильный направить по хей альхаллездах еще один бедошь вайдон нахуй и кит вай-вай на ваймельхоз 2 в заводском районе грозного заработала новая электрическая подстанция надобность в ее запуске возникла связи с реализацией в республике разных инвестиционных проектов которым понадобятся дополнительные мощности новая электроустановка обеспечить надежным электротоком и близлежащие населенные пункты на открытии побывал и глава чечни наш корреспондент подробнее современные микропроцессорные устройства автоматизированная система управления и два трансформатора мощностью 16 киловольт каждый подстанция черноречия 110 оснащена всем необходимым для пицц перебойного электрообеспечения потребителей и важных объектов инфраструктуры реализация этого проекта произошла благодаря главе чеченской республики герой россии рамзан ахматычу эта подстанция даст нам возможность запитать необходимых потребителей и запитать основном как и объект грозинское море как оздоровительные комплексы которые здесь находятся и вообще в целом способствует будет развитию этого района города необходимая потребляемая мощность объектов которые будут питаться от этой подстанции около 10 киловольт по словам специалистов оставшиеся запасы электроэнергии можно будет направить например на разгрузку других городских подстанций это свою очередь улучшит качество подаваемой электроэнергии дело в том что существующая подстанция через 35 на 10 класса напряжения 35 на 10 она переживалась не хватало мощности население испытывал огромное недовольствие по по стороне качества напряжения надежности снабжения вот эта эксплуатация нам даст улучшить электроснабжение этого юго-западной части города грозного новость об этом разлетелась по округе в мгновение ока население в оценке этого события единодушно инсалция оксует это проблемер констосием сто шисят би хульшет холдинкеля и туэля хинс и трансматыр хайлит хайллин док гукулин цунах сон масса на отгука хак на харчун дейл резкела а лордар ла си дойл дхан док гукурдар и светмонтикет халцалеч шилар гир хиларю оц тэхан нюхтил вай хум ягар хилар ток штая улар оц тих дой джимма джимма джюльшнит бэр игур каш дойнага масла тидми ясна хинс хуна джимма суд я дуя аташ игул гдах карна дэл резкел шон далдух дагдайл он кверт ябол шволь шхак мишна дакай игур кверт ябол шволь шрам за она дэл резкел на официальное открытие черноречия 110 приехали официальные лица во главе с рамзаном кадыровым первым словом взял адам денимханов который является руководителем оперштаба по развитию энергокомплекса кайва чтая лир кой гудырмесия подстанцы то ёк отрэй оня цэлэм вай городан гудырмесэн чо токс долхал неслуш так рэй оня долхал неслуш чо цю андигна ослалхал риша дэрэгидэйл ингейтэмбу вай дюхаллэр пача амад хажда лазут гобл дэлтэнэ тюн захэланж вайна авасте то арбиакан жниг дэх вай моксу хуман мелкш направляня вай кеймаш сау болж хаду хшкалар коэвидеш торна славанда тэм хазах несглаж дэлту лчуман нсадырлонvu этэл нүх Scene хамбер кэтДугундатч коллектив так Тані Силла типа командара Чучан энэргидан таны Силла 있다고 прошлый каѓrin собмесно вот а føльб ұль ұландэн шаэйтсэн нэ вайдэ раеылны ж tomбnych ruo дэйш модул дэгнаương астылдэшBуглау ш совмесно он үмәтэк гареина халалеллэн нь дэц тал мухлах В техническом моменте, что мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили. Мы решили, что мы решили, что мы решили. Выступая перед энергетиками, Рамзан Кадыра, в свою очередь, подчеркнул важность новой подстанции. По его словам, она имеет значение не только для энергосистемы, но и всего экономического сектора республики. Мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили. Мы решили, что 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 мы решили. Электричество, нехватка, даже независимые. Хилая еще, что такое, пока вы учете. Как ищешь, природа нам позволяет более правильный подход, чтобы в ближайшем будущем, из-за того, чтобы добиться доложных. А теперь, когда балк курирует, администрировал, ответственность есть, что нужно было бы, чтобы было бы не loved, а со стороны. П OCTA ему поняли. Объявление были и JDK в notre manipulate. Просто мы не apostles. По доказательствам, Quiz enjoyed us. Потереть беспорядок сильно cukивши. Мы проверим, что нет проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... Муслим Хучиев также подчеркнул значимость событий для социально-экономического развития. В республике реализуется множество инвестиционных проектов, которые нуждаются в энергоресурсах. По словам мэра столицы, новая подстанция станет большим подспорьем в этом деле. По городу за 10 месяцев объем небюджетных инвестиций на 163%. После официальной части глава Чечни наградил особо отличившихся энергетиков. Они, в свою очередь, отметили Рамзана Кадырова званием почетной энергетики. Вручили благодарственное письмо Адаму Денимханову. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской республикой Кайсаров Саидали Саидалханович, заместитель управляющий директора и директора отделения энергосбыт АО «Чеченэнерго». Ажиев Рамзан Вахаевич, член оперативного штаба разведения энергокомплекса Чеченской республики, начальник Грозенской дистанции олигонособжения Саверковка, директора по энергоподействию филиала РЖД. Награждается почетной грамотой главы Чеченской республики Латыпу Марат Самадович. Боссы собравшиеся совершили коллективное дуа. Разрезав красную ленточку, Рамзан Кадыров лично запустил подстанцию. Станция к запуску, единую энергосистему республики готова. Все, давай, давай. Биспилар, Роман. Биспилар, Роман. Биспилар, Роман. Аплодисменты. Аплодисменты. После торжественного запуска глава Чечни сфотографировался на память с энергетиками и еще раз поблагодарил их за нелегкий труд. Рамзан Керимов, Алхазур Керимов, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. Рамзан Кадыров провел совещание с главами муниципалитетов и правоохранителями. На повестке дня тема регистрации земельных участков. Этот вопрос главой Чечни поднимался не раз, но все еще остается актуальным. Кадыров считает, что в этой работе должны тесно взаимодействовать органы всех уровней. Подробнее в материале нашего корреспондента. Очередное совещание с главами муниципалитетов Рамзан Кадыров начинает, наверное, с самой актуальной темы предстоящего года. Бюджет республики. Есть законная система, которой должны придерживаться все, но, к сожалению, регистрация имущества и коммерческих объектов в республике все еще остается проблемным вопросом. Бюджет. 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 По закону, если еще 13% в донах, в донах, в донах, в юридическом донах. На самом деле, закон нарушает ли царь, даже правила нарушает ли царь, царь без полных. Продолжение следует, что в донах, в донах, в донах, в донах, в донах, в донах, в донах. В донах, 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 в дон Если они созданы продукты, то все равно будут дорогие. За деньги, которая приезжает за неё в 21-м году. Когда они были санкционированы, вот в два года, есть 3 года санкционированы. И вот в том, что у них была. Правоохранительные органы, в свою очередь, должны содействовать главам в решении этого вопроса, считает Рамзан Кадыров. Люди не осознают всю серьезность последствий. Ведь в случае порчи имущества при чрезвычайных ситуациях государство не может помочь, если у собственника нет соответствующих документов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вице-премьер правительства Ислам Кадыров доложил, что в ходе мониторинга практически во всех районах республики выявлены нарушения. Проверки показали, что множество адресов до сих пор не числится в базе Федеральной информационной адресной системы. Вице-премьер правительства Ислам Кадырова Вице-премьер правительства Ислам Кадырова Вице-премьер правительства Ислам Кадырова Рамзан Кадырова Рамзан Кадыров отмечает, что Чеченская республика должна быть примером для остальных регионов. Она уже достигла внушительных успехов во многих направлениях. И сегодня главам районов в первую очередь необходимо добросовестно выполнять свою работу. Когда ты, безусловно, выполняешь все обязательства перед законом, перед руководством, перед народом, Вице-премьер правительства Ислам Кадырова Норматив ГТО, физический, спорт занимается, физкультура занимается, хадячий, статистический, 85 регионов Российской Федерации. Мы входим в пятерку. Лидер, безусловно, Татарстана, Башкирии, Московской области. И плюс по любым направлениям, деятельности, законодательного органа, муниципального направления, по бюджету, мы же показываем результаты. Несколько районов, спортивных мероприятий, культурных мероприятий. Результаты должны быть видны до конца первого квартала 2017 года. Тех, кто не справится, Рамзан Кадыров призывает сложить полномочия, не усложняя работы другим. 2017 год. Первый в первом периоде, в результате, в результате, в результате, в результате, в результате, в году, в комиссии, в команды. Задача не в том, чтобы прибавить хлопот предпринимателям, говорит Рамзан Кадыров, а напротив, привести работу в соответствии с законом. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нельзя прекращать и работу с молодежью, говорит Рамзан Кадыров. Особый упор нужно делать на популяризации национальных обычаев и традиций. Только соблюдая их мы можем сохранить нацию, считает глава республики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В конце встречи Рамзан Кадыров подвел итоги уходящего года и подчеркнул, Новый год нужно встретить на должном уровне. Праздник должен прийти в каждый дом, чтобы ни один ребенок не остался без внимания и подарка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коллектив на протяжении десятилетий выступал во многих странах Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего отечества на ратные подвиги Написал в своем инстаграм глава Чечни Также Рамзан Кадыров выступил с инициативой присвоить детское клиническое больнице в Грозном имя Елизаветы Глинке погибшей в авиакатастрофе Всю свою жизнь она посвятила спасению детей из горячих точек Глинка являлась исполнительным директором фонда справедливой помощи членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кадыров отметил имя доктора Лизы навеки останется в памяти народа Решение главой республики назвать детскую республиканскую больницу именем Елизаветы Петровны нами приветствуется Доктор Лиза была всеобщей любимицей и это будет для нас дополнительным стимулом Она помогала детям обездоленным показывала паллиативную помощь беженцам В ближайшее время в Чечне начнется второй этап аудита медицинских учреждений Об этом стало известно на встрече главы республики с директором научно-исследовательского института педиатрии Минздрава России Лейлой Намазовой-Барановой Первый этап аудита прошедший этой осенью показал некоторые недосчеты в отдельных районных больницах О чем говорили и когда ожидается очередная проверка чеченских медучреждений расскажет Аза Исаева Первый этап аудита медучреждений Чеченской республики который прошел два месяца назад показал, что в сфере здравоохранения нужны большие перемены было выявлено много нарушений и проблем от которых напрямую зависит уровень оказания медицинской помощи О планах и задачах на второй этап глава республики поговорил с президентом Европейской педиатрической ассоциации Академик Анмран главным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава России Лейлой Намазовой-Барановой Аудит провели специалисты Национального центра здоровья имени Спиранского и научно-исследовательского института педиатрии По его итогам еще тогда своих должностей лишились главврачи Аргунской и Урус-Мартановской центральных больниц Остальным сделали замечание и дали время, чтобы исправить ситуацию Когда первый раз мы приехали в сентябре то уже стало понятно что, скажем очень много нерационально тратится денег например, на лекарства То есть, когда одному ребенку назначается по 15-20 препаратов несколько не нужно Соответственно, эти деньги гораздо можно эффективнее использовать совсем на другое Или, например есть очень какая-то дорогостоящая техника но при этом нет элементарных вещей которые позволили бы опять же качественнее оказывать медицинскую помощь Ну и, наконец, мы поняли что все-таки надо поднимать уровень знаний у медицинских работников По мнению Лайлы Намазовой-Барановой Минздраву Чечни необходимо уделять больше внимания школьной медицине В ходе прошлой проверки почти у каждого десятого членского школьника выявлен дефицит железа что непосредственно сказывается на процессе обучения Или, например дети с плохим зрением и слухом учатся в обычных школях хотя нуждаются в особых условиях Конечно, хотелось бы чтобы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования какие-то такие вопросы более тесно решали Мы со своей стороны естественно будем помогать и дальше потому что у нас есть для этого и потенциал научного центра здоровья детей Вы много раз в нем были Вы знаете нас и потенциал нашей профессиональной ассоциации Поэтому, в общем, мы бы хотели здесь, может быть, провести несколько конгрессов или конференций для врачей чтобы именно местные врачи больше узнали из первых уст современные какие-то вещи Вопрос действительно актуальный но не настолько, как пару лет назад Практика привлечения специалистов из регионов страны позволила снизить остроту этой проблемы Власти, как заверил Рамзан Кадыров твердо намерены полностью закрыть вопрос дефицита квалифицированных врачей У нас есть и хорошие специалисты Я лично, когда занимался когда друзья попадали получили такие ранения тяжелые головные, такие травмы И мы когда их вывозили за пределы нашего государства Германия, Израиль, другие места они удивлялись Вы на каких оборудованиях делали им операции Мы не сможем больше ничего делать Есть и хорошие специалисты Есть и такие специалисты которые учились так скажем прошли утробу и в последующем мы вынуждены были обратно работать так-то мы были хватком везде это есть Но сейчас, к сожалению или по-другому сказать в Москве тоже очень много работало теченцев сейчас сократили и больше возвращаются нам специалисты И благодаря вот таким как вы людям у нас есть просвет появился Я думаю, что мы не будем желать себя мы не будем желать финансовое направление для того, чтобы правильно поставить на нужное русло медицины в нашем регионе Необходимо также изменить отношение населения к собственному здоровью До сих пор вакцинация охватывает в лучшем случае лишь половину населения Чечни это может привести к вспышке инфекционных заболеваний как было в середине 90-х Мы видели, например в одной из больниц ребенка со столбником это вообще нонсенс сегодня, чтобы кто-то заболел столбником это значит вообще прививки не делались Мы боимся делать первую вакцинацию из-за слухов Из-за слухов У меня жена говорит я боюсь делать вакцинацию потому что много слухов Я говорю мы совсем все остальные дети вовремя проходили я процедуру я говорю а сейчас почему я говорю я боюсь вот столько слухов и сами врачи об этом говорят и люди поэтому перестали делать у нас в школе каждый раз в детстве нам делали приезжали делали вакцинацию и всегда это так было Первостепенное значение в предупреждении и лечении многих заболеваний несомненно играет своевременная диспансеризация об этом много говорится в последнее время но не все еще понимают ее важность ведь легче предупредить болезнь чем бороться с ее последствиями У нас принято не говорить о болезнях они думают что если не говорят это можно излечить вот поэтому оба птица пришла я тоже я врач заставил два года первый раз полностью делал обследование если полгода один раз или год хотя бы один раз провериться если вовремя выявить эту болезнь то любая болезнь можно излечить а вылечить можно от этого избавиться а вот ни в какую мы идем тогда когда мы умираем вот обращаемся когда тебе абсолютно плохо когда ты не можешь встать я говорю вот ты пришел полу там знаешь мертвый и ты говоришь оживи меня как так не получается потом они просят чтобы отправить в Москву Германию Израиль в рамках второго этапа аудита предстоит огромная работа по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы поэтому в сфере здравоохранения скорее всего ожидаются кардинальные изменения Аза Исаева Магомед Салтамурадов при поддержке пресс-службы главы и пресс-сочинской республики новости В Гудурмецкой больницы появилась кислородная станция теперь медицинскому персоналу не придется заботиться о доставке и смене баллонов с кислородом Ранее из-за его отсутствия врачам больницы приходилось ограничивать количество операций а тратиться на медицинские нужды в разы больше проблему решили с помощью регионального фонда продолжит Луиза Баснукаева Медицинский кислород уже давно применяется в лечебных учреждениях в жидком или газообразном состоянии Он необходим при различных экстремальных ситуациях техногенных катастрофах при проведении реанимационных мероприятий наркозе с искусственной вентиляцией легких Ранее пациентов приходилось экстренно вывозить в другие медицинские учреждения либо покупать кислород у различных поставщиков что влекло за собой большие расходы и занимало время Тогда Гудурмецкая больница могла выполнить порядка 10-15 операций в неделю Сейчас эта цифра выросла до 80 Больница, как вы видите большая, новая и большую роль в ее запуске сыграл глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров Но была одна проблема это отсутствие кислородной станции Без кислородной станции работа в современных условиях медицинского учреждения невозможна И это позволит сделать огромный качественный скачок в оказании услуг жителям и Гудурмецкого района и прилежащих районах Новая станция была установлена всего за 2,5 месяца Она позволит автономно добывать кислород из воздуха Главное преимущество то, что она работает только от электроэнергии Это помогает сэкономить при покупке газа Подобные станции есть во многих других регионах Но Гудурмецкая изготовлена и установлена специально под районную больницу Здесь есть климатические условия То есть летом у вас довольно-таки жаркая температура Поэтому мы предусмотрели двойную крышу Это защита от попадания прямых лучей Также в данный контейнер встроена дополнительная вентиляция Данная станция обеспечивает 15 метров кубических час для централизованной подачи в главный корпус больницы Также данная станция имеет аварийные источники Это вторая линия для заправки в баллоны и, соответственно, с торца контейнера рампу Рампа приходит в автоматическое включение в случае, когда давление в централизованной разводке падает ниже 3,5 бар У нас полностью централизованная начиная от нового корпуса и кончая кушерского корпуса все операционные, реанимации детские, приемные Врачи Гудремевской центральной больницы уверены, что с появлением кислородной станции их возможности увеличатся в разы Реализация данного проекта стала возможна благодаря региональному общественному фонду имени Ахмада Хатши Кадырова Луиза Баснукаева, Халид Муфсаев Новости В Грозном прошел конкурс на знания жизни и деятельности лучшего из людей пророка Мухаммада Салу Алей Ва Салам Участие в нем принимали ученики Центра образования имени первого президента Всего 40 человек Среди них две дочери главы Чечни Хутмат и Хадижат Кадыровы Напомню, обе девочки являются хафизами Подробности Луиза Хатуева Когда и где родился сколько было детей имена родных и его сподвижников ответы на эти и другие вопросы о жизни и деятельности лучшего из людей звучат сегодня из уст школьников конкурс лучший знаток паспорта пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует собрал учеников с 5 по 11 классы Ребята разделились на 8 команд всего 40 человек среди них и внучки первого президента Чечни Несмотря на разницу в возрасте самые юные участники ничем не уступают старшеклассникам в знании, истории посланника Всевышнего да благословит его Аллах и приветствует Первые два этапа проходят в формате викторины для третьего ребята подготовили проповеди перед финальным поединком прозвучала сура из священного писания ее прочитала Хафиз Хутмад Кадырова Настройны команды только на победу в самый сложный этап первыми вступают самые маленькие Я готовился дома после урока когда приходил спортзал я хочу занять первое место Команде Хутмад Кадыровой удалось отличить а проповедь прозвучала на арабском языке Команде Хутмад Кадырова Команде Хутмад Кадырова Команде Хутмад Кадырова Оценивала выступление ребят компетентная жюри в лице богословов в их числе советник главы республики Адам Шахидов свою лепту в религиозное состязание внес и борец UFC Абдул-Керим Идилов члены комиссии высоко оценили знания ребят И вот настала долгожданная минута после недолгого совещания жюри объявляют победителей конкурса Третье место присудили команде восьмого класса почетное второе отстоял десятый а лидирующую строчку заняла команда девятого класса Мы очень долго готовились и рады к победе Всем участникам вручили грамоты а победители получили почетные дипломы и ценные подарки Ребята выразили благодарность за проведение такого конкурса В Грозном отметили 10 лучших предпринимателей Такого рода конкурс руководство республики проводит уже на протяжении 10 лет Организаторы считают что это позволяет стимулировать бизнесменов к выпуску наилучшей по качеству и цене продукции которая занимает достойное место не только на прилавках чеченских рынков Наш товар попадает даже в страны СНГ Слово из Науры Заурбекову Он открыл свой бизнес в 2006 году Тогда приходилось работать в тяжелых условиях Но несмотря на это через два года Ломари занимает призовое место в международной выставке В это же время он входит в список 100 лучших предпринимателей России Его предприятие по производству безалкогольных напитков набирает обороты с каждым годом Весь процесс разлива соков находится под тщательным контролем За один день здесь могут выпускать до 24 тонн продукции Скоро будет запущен еще один цех на немецком оборудовании Наш завод работает с крупнейшими компаниями Гойлер, Вильд которые нам поставляют ингредиенты Обычно эти ингредиенты у нас немецкого происхождения высококачественные ингредиенты концентрированные соки и делаем мы на сахарном сиропе все напитки то есть экологически чистые напитки Долгое время Ломали работал за поделами республики Накопив хороший опыт предпринимательстве решил открыть бизнес у себя на родине Сегодня продукция торгового центра продается по всему югу России в Москве и даже в некоторых странах СНГ Идея появилась здесь предпринимателей республики в данном конкурсе бизнес-рубизнес-руководителей учителя разных дисциплин выигрывали всероссийские конкурсы Чеченскую школу сегодня поздравляем сегодня поздравляли победителей и ряда оригинальных конкурсов профессионального мастерства «Вечер» начали с награждения призеров лучшего учителя иностранного языка, где принимали участие не только педагоги с внушительным опытом работы, но и преподаватели с совсем маленьким стажем. Первое место заняла работница седьмой школы Грозного Елина Тесаева. Девушка признается, эта победа дает еще больше стимулы заниматься любимым делом. Мне пришлось много трудиться, пришлось много работать над собой. Мне во многом помогли мои наставники, руководство моей школы. Для меня это огромная честь. В работе учителя я планирую в дальнейшем совершенствовать свое педагогическое мастерство. Я очень много вкладываю в свою работу. Для меня мои ученики очень много значат. Мы постоянно занимаемся различными проектами, снимаем ролики, участвуем в различных конкурсах. В будущем я стремлюсь обеспечить своим ученикам возможность проявить себя, так же, как у меня была возможность проявить себя на этом конкурсе. Всемирная поддержка со стороны руководства республики позволяет ежегодно проводить в системе образования десятки конкурсов. При этом из года в год растет уровень подготовленности участников. Это позволяет повысить качество образования. Одним из самых важных состязаний стал конкурс «Лучшая школа», который проходит уже второй год подряд. В 2016-м в конкурсе приняли более 70 общеобразовательных организаций региона. Из них в финал вышли всего 10. Лучше признали первую гимназию Грозного. Руководством республики созданы все условия для творческой работы учителя. Одно удовольствие работать в таких условиях. И хотелось бы поблагодарить руководство республики, Министерство образования за то, что нам созданы эти условия, за то, что они дают нам возможность творить, создавать новые проекты, притворять их в жизнь. Медалями и нагрудными знаками наградили шесть почетных работников Министерства образования России, а заслуженными работниками стали 19 человек. Самая успешная школа страны – Грозенская 60-я – тоже не осталась без внимания. Несмотря на свою загруженность, это учебное заведение идет в ногу со временем. По словам директора, здесь постоянно притворяют инновационные проекты. Школе от главы республики подарили автомашину «Газель». Мы всех поздравляем, и по поручению главы Чеченской республики, еще образовательное учреждение вручается «Машина-Газель». Мы со своей стороны, принимая участие в этом конкурсе, постарались сформулировать свои критерии успешности школы и ученика. Спасибо главе нашей республики, созданы все условия. И сегодня тот волшебный ключик, который находится у меня в руках, это лишнее тому подтверждение. Я хочу ему от имени коллектива школы, родителей, учащихся, выразить сердечную благодарность, признательность и восхищение тем, что он делает, и сказать ему огромное спасибо за этот подарок. Команда «Самая успешная школа страны» отправилась в родные стены учебного заведения на новой машине. В планах достичь еще больше успеха во всех сферах образовательного процесса. Элина Дадаева, Тинатин Музашвили, Луиза Юнусова. Новости. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова